Могли бы для меня раскрыть один секрет, связанный с формированием нового правительства. И секрет, связанный с неожиданным повышением Михаила Дегтярева. То есть для меня это какой-то ЛДПРовский клоун, не побоюсь этого слова, которого бросили на сложный регион в 2020 году. Как я понимаю, там не достиг никаких, особо совсем никаких результатов, никаких успехов. Сейчас будет руководить российским спортом. Это говорит о том, что мы официально признали отсутствие спорта в России, или это какой-то другой смысл несет тебе? У нас Хабаровский край в составе Российской Федерации. Но тогда, наверное, товарищ Дегтярев достиг некоторых успехов во время своей деятельности на посту губернатора Хабаровского края. Потому что он был туда отправлен, когда господина Фургала посадили, или Фургала, не помню, Фургала. И Хабаровский край стоял на ушах примерно весь. Весь стоял на ушах. А сейчас не стоит. Понятно, что ему оказали определяющую помощь со стороны Федерального центра, но, тем не менее, минимальную задачу он решил. И задача достаточно сложная. Его туда отправили, потому что, будучи отсвечивая в Москве, он создавал потенциальную угрозу с точки зрения преемственности для Владимира Вольфовича Женовского. Он был его любимчиком по понятным причинам. Есть фотографии, которые раскрывают эти причины достаточно убедительно. Это из баня имеется в виду? Ну, конечно. Но, тем не менее, понимали, что Владимир Вольфович уже ему много лет. Через некоторое время вопрос встанет на повестку дня. Кто-то должен будет возглавить ЛДПР взамену Владимира Вольфовича. И там была достаточно жестокая конкуренция. Дополнять еще одним элементом эту конкуренцию было неинтересно никому. Поэтому чем дальше, тем лучше. Если сломать себе шею, то замечательно. То есть Дегтярёв себе там шею не сломал. Минимальную задачу решил. Я не говорю, какое он впечатление производит. Понимаете, человек, который во время собственного назначения министром достает изо рта жвачку и начинает ее размазывать постулу. Дело было в комитете. Это человек высочайший не только интеллектуального уровня и организованности, но и высочайший культур. Общечеловеческий, да. Да, и не только общечеловеческий, но просто бытовый. Он умудрился там одному из самых уважаемых людей в Государственной Думе просто тупо нахамить. Не потому что он хотел нахамить, а потому что он так устроен, как я понимаю. Вот это неважно. А дальше, дальше, он, сидя в этом Хабаровском крае, начал вызывать в Москве такое, знаете, уважение. Что, посмотрите, минимальную задачу решил. Скандалы из Хабаровского края есть, скандалов нет. Сотрудничество с Китаем развивается? Развивается. Чего еще нужно от губернатора? Ничего. Блин, человек растет на глазах. Надо его повысить. Леонид Эдуардович Солуцкий, который руководитель ЛДПР. И умудряется, потрясающих талантов человек, умудряется совмещать руководство фракции с руководством Неждународного комитета Государственной Думы. И руководство партии еще. Это тяжелейшая работа. Причем это очень разная работа. Но он молодец, он справляется. Я думаю, он смотрит на эту ситуацию. И думает, что с одной стороны, ЛДПР нужно продвинуть. Если ЛДПР сможет завести своего министра, в отличие от всех остальных, то это будет наглядной демонстрацией эффективности. С другой стороны, Дегтярев-то растет. И нужно, чтобы он рос в правильном направлении. А то вдруг опять возникнет угроза, что у ЛДПР возникнет внутренняя конкуренция за пост лидера. Это недопустимо. Пусть он растет в правильном направлении. И тут у нас товарищ министр спорта Матыцын, который когда-то был фехтовальщиком, по-моему, профессиональным спортсменом, начинает рассказывать, что российский спортсмен не должен быть российским спортсменом. И должен унижать Россию всеми доступными ему, как спортсмену, способами. И просто обязан ехать на Олимпиаду в Париж. И эту мысль развивает столь красочно и подробно, что, в общем-то, у широких народных масс идея, что его должны посадить в тюрьму, уже не вызывает никакого отторжения. Мы получаем профнепригодность, наглядно демонстрируемую, никому не значимого министра. И вообще никакой реальной роли. Вообще не малейший. Когда-то это было важно, когда спорт был инструментом нашего международной конкуренции, инструментом идеологии. Сейчас уже давно нет. Все же никто не знает, куда этих спортсменов пристроить. Сейчас Васенбаева объявила, что она как майор вооруженных сил Российской Федерации. Никакого отношения к вооруженным силам Российской Федерации никогда не имела. Слава тебе Богу, леди, покидающая автомобиль, увеличивает ее скорость. Переименовали спортивный центр в Дагестане и все. Дальше. А растущий человек, которого нужно направить куда-то, чтобы он не создал конкуренцию руководству ЛДПР, это сходится. Так можно было там просто и оставить губернатором? Тогда он продолжал набирать бы политические очки, и тогда в перспективе он мог бы конкурировать со Слуцким. А, то есть это для него готовят политическую смерть просто. Если отправили в министерство, то точно не выжили. Ну, понимаете, на самом деле я много раз видел людей, которых отправляли на политическую смерть, а не возвращались оттуда к ощущениям бессмертным. С огромными новыми ресурсами. Но в конце концов Михаила Сергеевича Горбачева в свое время отправили писать продовольственную программу, потому что в сельском хозяйстве ломали себе шею все. Это была такая проклятая, такая братская могила. Его отправили в политбюро ЦК заниматься сельским хозяйством, чтобы он сломал себе шею и чтобы он о нем больше не вспоминать. Человек выдумал продовольственную программу, сделал ее темой государства номер один, и в итоге это государство возглавил. С последующими результатами, но это не важно. Так что очень много людей, которых отправляли на политическую смерть, чтобы они выкопались, а могилку у нее легли и закопались, они возвращались оттуда хозяевами. То есть его назначение на постминистра опять-таки происка Слуцкого? Ну, я имел удовольствие Леонида Эдуардовича его поздравить с выдающимся аппаратным мастерством, потому что если это Слуцкий, то это выдающееся аппаратное мастерство. А могло быть и не Слуцкий, могло быть и что-нибудь другое. Но вот назначение Дегтярева министром спорта, это вообще не про Дегтярева. Это к личности Дегтярева и его способностям. Никакого отношения не имеет. Так вот я говорю, что совершенно случайное назначение. Ну вот человек занял такую позицию, что с этой позиции в данных обстоятельствах то, что там находилось на этой позиции, нужно было взять и перенести к министрам спорта. А можем предположить, что, может быть, Дегтярев стал чем-то еще любимцем, и просто мы не знаем этого человека, и вот он его поближе к себе. Вы знаете, что у нас в руководстве завелся второй Владимир Вольфович Жириновский, которому по вкусу вот это, извините, представить себе не могу. Может, да. Но если бы он завелся, он был бы виден. Я согласен, да. Стало бы шумнее гораздо, да. Друзья, на этом предлагаю поставить очередную запятую в нашем крайне интересном общении с Михаилом Геннадьевичем. Безусловно, можно сядь часами, поскольку все эти истории где-то вот на грани фола, я бы сказал, они... Пока кофе не кончится. Послушайте, вся российская политика находится далеко за гранью фола, по крайней мере, в настоящее время. Поэтому, когда вы о ней просто разговариваете, вы по необходимости подходите к этой грани очень близко. И знаете, чем ближе подходите, тем больше видно. И даже переходим ее иногда. Не-не, переходить не надо. Зачем? А то станете вы министром. Я. И Ютьюб потеряет одну из своих звезд. Это будет трагедией. Это, знаете, когда меня сделали помощником премьера-министра, я до этого был аналитиком. И я разослал по всем средствам массовой информации сообщения, за которые меня потом сильно взгрели, что с глубоким прискорбием извещаю вас о скоропостивном назначении себя на пост помощника премьера. Ясно, было очень нежливо по отношению к премьеру, но отношение журналистской публики... А вы сохранили эту переписку, эту телеграмму? Она была даже напечатана в газете «Ведомости», потому что выяснилось, что там кому-то перешел в те времена дорогу, и они ее просто опубликовали. За что, собственно говоря, в ней влетело. Но отношение журналистов, восприятие журналистов к моему уходу воспринимало очень... Я умудрился выразить очень точно.